Всем большой-большой привет! Сегодня у нас спокойный дачный влог. Дачный, несмотря на то, что у нас уже белые ночи, это моё любимое время года в Санкт-Петербурге. И я люблю в это время года обычно погулять по городу, ощутить эти белые ночи. Это самое прекрасное время для туризма, на мой взгляд. Но в этом году я хочу провести это время спокойно, на даче и восполнить свои силы. Поехали! Ну что, приступаю к обрезке. Ну что, как-то так. Не идеально, но в целом неплохо. У вас прошло меньше секунды. У меня бог знает сколько времени. Сорвала ландыши немножко. У нас на участке ландыши растут. Хочу поставить какую-нибудь маленькую мензурочку для аромата дополнительного. Тебе тоже нравится, да? Так, а это я хочу, это начинает Калина Бульданыш цвести. Хочу попробовать, знаете, что сделать? Я хочу попробовать это засушить. Видите, тут не забудут, немножко сорвала. Ну так, просто для пробы посмотреть, что мне получится. Я дуванчиков нарвала, потому что очень вот эти зонтики красиво в смоле смотрятся. Для смолы, соответственно, все это. Попробую, наверное, на обычных салфетках бумажных разложить. По идее, салфетка должна влагу впитывать. Помните, как раньше в книжках гербарии сушили? Сейчас так разложу. И посмотрим, что у меня с этого в итоге получится через какое-то время. Ну попробую так сначала сделать немножко. Посмотрим, что у меня тут засохнет. Сейчас закрою и куда-нибудь подгнет. Книжку, наверное. Наверное, лучше всего будет в книгу брать. У нас такой ливень. Такой прям ливень. Выгнал меня с дачных, уличных работ. Но я и рада, если честно. Все. Сейчас книжку уберу. Боже мой, что только на даче не найдешь. Нашла какую-то тяжеленную книжку. Игорь, видимо, с фаркнитурой. Но он не разрешил использовать, так что нормально. Представляете, купила пакет мульчи. Хочу здесь вот бортик замульчировать. Он оказался с муравейником. Там просто муравейник внутри мульчи. Вот это да. У меня тут свой-то муравейник маленький. А тут сейчас война, наверное, будет. Одни муравьи с другими. Клан на клан. Это же надо. Я даже не подозревала, что муравейник может быть внутри пакета с мульчой. Я спровоцировала войну. Ну, извини, так получилось. Обалдеть. И что мне делать теперь? Надо выводить весь муравейник теперь. Ну, а у меня опять как будто я и не косила ничего. Поэтому все заново. Пошла косить. Сейчас опять у меня будет было, стало. О, смотрите. Сколько времени назад я косила? Неделю, наверное, назад, да, Игорь? Это же просто жесть какая-то. Все быстро зарастает. Я кошу, а Игорь мне косу готовит все время. А вот с этим ненавижу возиться. Со всеми этими лесками. Это без меня, пожалуйста. Так, здесь уже почище стало немножко. А кто такой бежит? Серый-серый-серый-серый. Ты через муравейник. А мне вот интересно, они друг друга сейчас побьют? Реально? Или нет? Суета сумасшедшая, конечно, началась. Смотрите. Я часто люблю слушать Черниговскую. Она все время рассказывает про цивилизацию муравьев. Насколько она древнее человеческой цивилизации. И вообще, что неудивительно, что у них один мозг на всех. Ну, похоже на то, откуда они знают, что им надо делать. Да, у каждого своя какая-то функция. Тимочка, ты у меня сторожишь инструмент, да? Тим? Инструмент сторожишь? Чтоб соседей не украли, да? А то соседку вытащат. Ну, у нас есть такой. У нас некоторый инструмент один на нескольких человек. Оставляем в определенном месте и забираем, кому нужно. Соседку вытаскивает. Соседка вытаскивает, да. Фух. Вот все говорят, косить тяжело. А для меня косить – это медитация. Я хожу. Надо, кстати, мне наушники в уши вставить. Еще лучше будет. Все, готово? О, супер. Игорь в безопасной части пошел мне помогать. Я говорю, там можно косить, там нет клуб. Так, ну что опять? Было, встала, все покосила. Порядки навела. Замульчировала край дорожки, чтобы она поопрятнее смотрелась. Цветет водосбор. Скоро зацветут мои белые пионы. Пойду дома корицу повещу. Хочу муравейник этот вывести все-таки. Не нравится он мне здесь совсем. После того, как покошу, кашляю жестко абсолютно. Видимо, аллергия на что-то есть. На какие-то части травы покошенной. Так, сейчас покажу. Смотрите, что у меня здесь цветет. Первый лилейник зацвел. Красавчик. Он на самом солнечном месте, поэтому цветет первый. И земляничка цветет. И клубничка. Вот такой тут у нас старый-старый пруд, про который я говорила. Видите, с ним постоянно уходит вода. Но в нем такие красивые нимфеи. Я доливаю воду сейчас почти каждый день. Игорь переделывать пруд не хочет. И я его, в общем-то, понимаю. Ладно уж. Пусть доживает свое, как есть. Пруд весь у нас вот в таких почвопокровниках. Скоро они зацветут все желтым цветом. Очень красиво. Так что я с собой довольна. Сейчас я еще посадила чубушник. Мне тамара откопала в куст чубушника. Сейчас хочу его полить. В принципе, здесь поаккуратнее. Не идеально, конечно. Но оно частично еще будет желтеть. То, что дожелтеет еще потом срежет. Такой лысенький стал есть. Педняга. Но поопрятнее выглядит. Привет, друг. Такие почвопокровники тоже очень люблю. Они все ковром застилают и цветут синим. Красивые. Тут готовятся к пышному цветению лилии. Очень красивые, нежные, ароматные. Ну, это, естественно, хосты, как у всех. Хосты у меня две. Это лилийник. Радуют завязи на сливах. Очень много завязей. Если все успеет вызреть, то будет хороший урожай слив в этом году. И я лыча тоже хорошо завязала. Сейчас посмотрим ее. Где тут? Я видела много. Смотрите, видите, сколько калычей завязей. Много-много на ветках. Она моя любимая желтая и очень сладкая. Вот эту хосту очень люблю. Очень красиво цветет. Это такой куст огромный, пышный. Ну, а тут у меня кабачки. Много кабачков. Лук, зелень, кабачки, огурцы. Немножко, несколько огурцов посадила тоже для утречной. Ну, а здесь у меня красавчики кабачки растут. Много их у меня. Не знаю, сколько кустов посадила, со счету сбилась. Но я люблю кабачки, я вам говорила. А вот такие помидорки уже. Устала, легла, полежается. Вот это животное меня замучило. Просто замучило. Замучило своей любовью. Все, залез на подушку. Говорю, все, лежи здесь. То лезет прям на грудь, ложится и лапками жамкой, и турчит, и целоваться, и бодаться, и в лицо. Тимыч, откуда ты у нас такой любвеобильный мальчик, а? Тимбухту. Тима. Ты моя зайка. Да ты очень хороший кот, но ты такой бываешь приставучий. А он еще лапки, когти выпускает, ну, когда у них этот котячий шаг, или как он там называется, когда он жамкает. Лижется, бодается. Ты как собака, Тим, а не как кот. Все, давай, отдыхай. Царь зверей. Да, да, вот так вот. Чистый, красивый, красивый мальчик, красивый. Чистюля ты мой. Тима хорошо, кстати, себя чувствует, ребят. Прошли у него лапочки. Но он высоко не прыгает, да и не надо ему. А так настроение просто отличное. Так, ребята, проработала сейчас кусты Барбариса в этих перчатках. Гениально, боже, почему я про них раньше не знала. Всем огородникам и любителям сада советую очень-очень прям. Все руки целые, ни одной царапки нет вообще. Все полила сейчас. Надо не забыть, у меня опять вода. Ой-ой-ой. Думаю, что-то плохо вода идет. Вода наливается в пруд опять. Надо не забыть про нее. Я хотела показать жимолость. Жимолость каприфолиза цветает. Она то, что, конечно, ароматная. Она у меня тут ползет по арке. Жимолость и там роза уползла. И девичий виноград. Но это старое-старое все. Игрю, у нас дача уже 20 лет. Все давно-давно высажена. Вот так пруд наливаю. Там нинфеи, видите. Может быть, я бы и забила бы на этот пруд. Но там такие нинфеи красивые. Они очень здорово цветут каждое лето. И не погибают за зиму. Хватает им глубины для зимовки. А еще срезала вот таких лилейников. Вазочку поставлю. Буду наслаждаться дома ими. Смотрите, какая у нас конструкция появилась. У нас вчера упало дерево. То есть вот под весом вот этих цветущих шаров калина упала вниз почти до грядки с помидорами. Вот мы с Игорем так ее подвязали ко второму этажу. Обрабатывала я ее весной от вредителей. А, все равно не помогло. Какие-то черви приползли, листочки поедают. Видимо, она слабая. Он так не очень хорошо себя чувствует в этом году. Ну и пересадила в большие кашпо свои собственноручно выращенные петунии. Все, больше не буду их стричь. Пусть теперь уже цветут. Я вроде бы... Я их очень долго стригла. Не давала им свистеть. Обрезала все бутоны. Ставила на черенки. У меня еще массу черенков укореняется сейчас. Хотела, чтобы кустики такие, знаете, густые сформировались. Но вот они густые сформировались. Я думаю, теперь она будет красивым таким шариком цвести. Это не анпельная петуния. Это махровая разноцветная петуния. Так что оставляю сейчас ее как есть. Пусть идет цвести. Садово, огородный рай. Котяк, вот что мне не помогаешь? Ходишь, только мешаешься. А не помогаешь сегодня. Вот так вот, вот так вот. Когти поточить надо, да? Так, Игорь, там что-то... Провод туда протянут. Игорь, что-то в сарае у нас там заряжает. Соседи косят. В общем, звуки дачи, как обычно. Ну что, Тав, пойдем воду выключать. А то опять зальем всю дорогу. Я уже один раз залила дорогу. Ну и что, память у меня девичья. Поставила воду наливаться. И забыла про нее. Смотрю, яблочки начинают формироваться. Хорошо. Все, я сегодня молодец. Чувствую, я, к сожалению, себя пока еще плохо. Но я взяла себя в руки. И сделала большое дело. Имею права на заслуженный отдых. Вот такой букетик у меня получился. Пойду в вазочку поставлю. Красота? По-моему, очень даже. Здесь у меня еще ландыши стоят маленькие. Вот такие. Ой, а я вам буду надоедать. Буду надоедать с этим жасмином. Смотрите, как он классно цветет. Вы не представляете, какой здесь вечером аромат. Почему-то вечером от него аромат намного сильнее, чем днем. Вот сейчас он нежно-нежно пахнет. А вечером прям тут окутано все жасмином. Мне так нравится. Хорошо, что я его сюда привезла. А то бы в городе цвел я бы и не видела. Тебя дождаться не могу. Ну, давай уже раскрывайся. И тебя тоже. А здесь у меня, смотрите, хорошо укореняется бамбук. Вот такой вот у меня будет бамбук. У него такие длинные будут свечечки вверх расти. По-моему, красиво. Смотрите, что Игорь обнаружил. Он такой подходит, нюхает, говорит, чем они пахнут? Они жасмином пахнут. Они реально жасмином пахнут. Смотри, за тебя тоже жасмин. Который? Который? По запаху иди, иди на запах. А, жасмин сильнее пахнет. Да, это нежно-нежно. А мне кажется, они больше такой нарциссовый какой-то запах имеют. Я не знаю, как пахнет. Ну, приятно. Нарцисс. Легкий-легкий, приятный. А вот эти пахнут жасмином, но немножко легче, чем жасмином. Представляете, какое у нас тут разнообразие ароматов, потому что внизу еще и ландыши пахнут. Игорь вчера в поселок ездил, привез часть лосося. Говорит, жена, соли. Я говорю, слишком много для просолки. Для жены, говорит, и привез. Видите, уточнение. Но он знает, что я рыбу обожаю. Красную рыбу очень люблю. В общем, часть засолила. Но, конечно, это не то, что я семгу солю. Она уже такая пожестче. Хотя, в общем-то, делаю все как обычно. И соль смыла, как обычно. Но чувствую, что... Нет, ну, здесь ничего такая. Вот здесь немножечко более жесткая, которая снизу была больше в соли. А часть порезала на стейки. И стейки просто прекрасные. Мы вчера уже съели, еще на сегодня будет. Стейк на раскаленную сковородку. Немножечко поливаю его соевым соусом. Перец. Потом огонь немножко убавлю. И доведу до готовности. Помидоры в поселке покупаем. Просто мега вкусные. Это мы уже почти все слопали. Вот такие, видите, с носиком. Я не знаю, чьи они. Дорогие. Стоят 450 рублей. Но я тут с Тамарой как раз рассуждала. Говорю, вот я лучше куплю две вот такие дорогие помидорки, чем килограмм в магазине, которые похожи на пластик. Даже фламенко мне сейчас перестали нравиться. Если только черри, мне нравится в магазинах. Идеально. Кто тут меня зовет опять? Кто зовет? Балтушкин. Балтушкин. Если бы ты умел разговаривать на русском языке, ты был бы находкой для шпионов. Да? 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 Да. Однозначно. Смотрите, все белые розы на бутылорах. Все там цветет. Красота такая. Эти розы я привезла от бабушки с дедушкой. Когда у них... Ну, от Игоря родителей. Когда у них была дача, у них такие розочки росли рядом с воротами. Мы откопали и привезли. Вот у нас они как напоминание о бабе-деде живут. А вот тебя надо уже спилить. Что-то я не заметила, что ты у меня тут выросла. Винс, ну куда же ты лезешь мне на спину? Ну, что такое? Винс, мне же больно. Залезает прямо по мне. Ну, иди на ручки. Давай, иди. Ой, господи ты, боже мой. Что за ребенок такой? Что за ребенок? Преследует. Преследует, просто преследует. Преследует, да. Что это такое? Вот, что это такое? Что это такое? Что? Что? Маминой ласки не хватает, да? Котя под такой, смотрите, сидит. Все, Игорь уехал на стройку. Мы тут опять за главных остались. Да? Аж до главных остались. Но нас много, нас целая команда. Завтра, возможно, до города доедем. Цветы польем. И там дела еще есть небольшие. Да, Винсец? Винся? Винс? Ой, это я косила. Надо выкинуть. Я не помню, я рассказывала, что мы эту елку сажали сами. Из леса привезли маленькую-маленькую. Совсем была малышка. Привезли ее в машине, в багажнике. Вот, я помню, поливала ее много. Говорят, надо их сильно поливать, когда они приживаются. Мне кажется, она и так бы прижилась. Тут, короче, мы все здесь сами сажали. У нас был абсолютно пустой участок. Теперь ведь это такие зеленые джунгли. Но это прицельно сделано, чтобы они были зелеными джунглями. Я люблю очень такие зеленые участки. Ну, во всяком случае, на даче. Вот. На новом участке я говорю, давай побольше сделаем всяких отмосток. Потому что косить бесконечно, это, конечно, непросто. Кто там возмущается, а? Пыльца вроде больше не летит. Сейчас еще здесь помою. Сорвала чуточку лука. Сейчас себе салат с этими волшебными помидорками сделаю. Ну, со сметаной, самой обычной. Сейчас прибираюсь на кухню. И взгляд прямо упал на Мао Цзэдуна. Я, честно говоря, не особо уже обращаю внимание на все вот эти магнитики. Их у меня здесь мало. У нас в основном все магниты дома. Но я их с холодильника давно сняла и раскидала по коробкам. Надо мне какую-то, наверное, сделать определенную досочку, на которой все это повесить. Потому что, на самом деле, вот я сейчас стою и думаю, наверное, все-таки неправильно, что мы перестали привозить магниты. Ну, почти перестали, а редко стали покупать. Потому что вот я сейчас подошла, и у меня сплошные воспоминания. Кстати, вот почему прямо Мао Цзэдуна начала говорить. Потому что послушала сегодня очень интересный подкаст Файба. О тех ужасах, которые творил товарищ революционер. В общем, если интересно, тоже послушайте. Я очень люблю всякие такие исторические подкасты. Вот, подписана на канал Файба. Крутой канал. Если кому-то интересно, тоже можете поинтересоваться. Так я не про это вообще. Я про то, что стала рассматривать и стала вспоминать, чтобы откуда привезли. Из Норвегии, из Греции, из Албании, из Рима, Египет, Бали, Тунис, Египет, Анталия, Турция сплошная. О, а вот этих мы привезли откуда? Из Сингапура. Котят, это последний. И вот еще из Сингапура. Такой у нас магнитик. Что здесь у нас еще? Севастополь, Орландо, Америка, Кемер. Вот это из Карелии. И вот этих мы привозили из Новгорода, Малайзия. В общем, надо, наверное, все-таки привозить, потому что вот такая карта воспоминаний получается. А это откуда? Откуда мы его привезли? Плохо, что не подписано. Забываю. Забываю со временем. Это дядька смешной. Тоже сразу понятно, откуда сбали. Так, ну, все, полы помыла. Бревна дымываю. Красоту навела. Тафочка помогает, как умеет. Да, Таф Таф? Здесь еще не прочистила. А я сегодня хочу немножко с эпоксидной смолой еще покопаться. Посмотреть, как живые цветы, будут ли там цвет в ней менять или нет. Особенно хочу попробовать ланды что-то впечатать. Получится или не получится, посмотрим. А то скоро цветут уже. Вот этот террорист за мной носится весь день. Куда я не подойду, он везде на меня набрасывается. Разве можно так вести, серый? А, серый? Можно? По-моему, нельзя. Винсик. По-моему, ты наглый стал. А? Ну что, вот такие заливки у меня получились. Я снимала совсем чуть-чуть, потому что мне очень неудобно снимать. Одно дело, когда рисуешь, там руки почти чистые. А здесь же все в перчатках делаешь. Перчатки липкие. В общем, грязные руки, не хочу телефон хватать. Вот так у меня вышло. Здесь незабудки и ландыши. Вот такой, видите, даже получилось более-менее залить линзочку. То есть, здесь сколько? Четыре. Четыре раза заливала. И вот такой куланчик получился. Это незабудка. Сейчас как-то получше, наверное, получше видно. На синюю подложку сделала. Синие это чернила. Специальные для смолы. Вот. А сейчас буду этого ребенка пересаживать. Смотрите, какие корни дал. Сидел у меня тут на укоренении. Пора уже его пересаживать в нормальную землю. Вот такие вот незабудки. Намешала земли с вермикулитом. Вот так вот высадила ребенка. Малюсенький стаканчик отрезала. Он так красиво на солнышке смотрится. Он прозрачный. Вот эти верхушечки у него вообще прозрачные. Водянистые такие. Ладно. Ставим на место. Все. Живи. Здесь у меня тоже детский сад полез. Вот. И наконец-то начал антуриум расти. Вон там новый листик пошел. А то я уже запереживала. Думаю, что ж ты его купила. А он так стоит и стоит. Без всякой точки роста. Люблю я на все это смотреть. Мне так нравится, как новая жизнь появляется. Вообще. Мне вот это все очень нравится. Знаете, с детства нравится. Я с детства любила всякие семена проращивать. Игорь Геннадьевич. А что мы сегодня отмечаем? Тёмин диплом. У нас Тёмыч защитился на отлично сегодня. Тёмочка. Всё. У нас ещё один выпускник. Да. Вы меня в комментариях иногда спрашиваете, что же за профессия такая, что за образование у Тёмы с Настей. Ребята, они востоковеды. Они востоковеды-дальневосточники. Это такое комплексное образование. Это история, политология, филология, социология. Какие там ещё логии? Я не знаю. Уже не помню. Они отправили нам их на Дальний Восток. На практику. Ну и плюс, ко всему прочему, культурология, экономика. Но ко всему прочему, ещё знание корейского языка, японского языка, английского языка. Ну, французский не считаем, это не знание, это так мимо пробежали. Он его и не узнал. Да. А японский, корейский, английский, да, это их языки. Ну что, папочка, я тебя поздравляю. Наш младшенький. Спасибо. Это... Наш младшенький получил высшее образование. Да. Закончил он высшую школу экономики. Если вы знаете, что это такое, высшую школу экономики в Санкт-Петербурге. И Настя закончила, и Настя отлично защитилась. Так что у них два сапога пара, это точно. А вы знаете, у нас тут почти каждый вечер очень красивые закаты. Смотрите, какое небо. Почти каждый вечер оно розовое. Здесь у нас закаты сложно наблюдать, потому что очень плотная застройка, как вы видите. У всех маленькие участки по шесть соток. Так, ну-ка, вот. Вот. А в городе, конечно, сейчас будет очень красиво. Ну, то есть у нас, например, из окон квартиры видны очень красивые закаты. Ну, мы высоко живем. А вот, видите, загораются мои огонечки. Вы спрашивали, какого цвета. Желтые. Они желтые. Камера немножко искажает, но они светят теплым желтым светом. И кто это пришел? Так, ты я не убрала грязную. Кто это пришел? А? Кто ко мне пришел? Что такое ко мне пришло? Коты. Кто такие люблюшечки у меня? А? Митяй, пойдем домой. Комарья много. Каждый вечер съедают нас. Пойдем в дом. Тим. Там у меня уже ужин готов. Пойдем. Будешь попрошайничать, как обычно. Пойдем. Котяп, пойдешь домой? Команда. Пойдемте, зайцы. Пошли. Тафа, зови всех. Кто-то попрошайничать пришел. Даже не в одном экземпляре похоже. Попрошайничать пришли. Я сегодня... Ну, Тамара сегодня опять приходила укол делать. Я медсестрой подрабатываю. Тамаре делаю через день уколы курсом. Я и сделала бутербродики с этой рыбой. Она даже не поняла разницу. Друзья, вы только посмотрите на это чудо. Вы только посмотрите на это чудо. Вам привет из Индии. У меня расцвела аламанда. И вон там еще, смотрите, сколько бутончиков. Я в Индии состригла две веточки. Обе веточки укоренились. Вот одна уже зацвела, вторая пока еще не цветет. Думаю, пусть это цветет. Корни уже неплохие, уже до дна доходят. Корни она уже сформировала, эта веточка. Все равно хочу посмотреть на цветение. Сначала я думала срезать бутоны, чтобы ветка укрепилась. Потом говорю, нет, хочу посмотреть, как это будет. Пусть она цветет, потом буду кустик формировать. Но я не думала. Вы представляете, просто на удачу. Две веточки срезала с куста аламанды. Я даже не знала, укоренится или не укоренится. Так что имейте в виду, те, кто поедут в Азию, можете такой куст себе начеренковать. Смотрите, кто-то из шкафа вылезает. Кто-то из шкафа вылезает. Катя, а ты-то в шкаф не хочешь? Ну и всем пока-пока, до встречи, увидимся!